Как известно, флюорограмма процедура довольно быстрая, а сегодня еще и максимально безвредная, уверяют медики. Оборудование позволяет. Жительница Абакана Раиса Черноокая приходит сюда ежегодно, как только диспансер объявляет акцию. Женщине нравится ни записей, ни очередей. По радио вчера услышала. Нужная акция? Нужная. Почему, как считаете? Она прошлый год была, потому что многие придут и проверятся. Не все здоровые, у кого-то что-то найдут, выявят. В свое время. Вовремя вылечить. Что там в легких? Нет ли тяжелых заболеваний? Врач видит диагноз тут же. При необходимости пациента ставят на учет с дальнейшим лечением. Но в данном случае все хорошо. Патологии у данной гражданской никакой нет. Мы отмечаем ей все. И сразу же даем результат. Такую вот профилактическую акцию противотуберкулезный диспансер республики проводит уже лет 10. Приурочена она ко Всемирному дню борьбы с известным недугом. В прежние годы в течение недели проходило примерно 200 пациентов. От двух до пяти человек показывали положительный результат. В любом случае профилактика не проходит даром. Акасия сегодня в тройке лидеров среди сибирских регионов по благоприятным эпид-показателям. Статистика говорит, что на 100 тысяч населения у нас больны. Туберкулезом 58 человек. Недосмотры существуют для того, чтобы на ранней стадии больных выявлять. Они в течение года, в течение 6-8 месяцев уже становятся здоровыми, пролечены. А если приходят в запущенной форме, уже позднее обращение. На лечение, во-первых, больше средств уходит и времени. Стоит отметить, что в прежние годы акция длилась 5 дней. Нынче же целый месяц, до 24 марта. А это говорит о том, что и людей обследовать удастся больше. Были бы желающие. Ну а поскольку значимость профилактики признают все медики, неплохо бы организовать подобные дни открытых дверей, например, онкологам или кардиологам. Как известно, статистика болезней этого профиля в Хакасии неутешительна. Константин Кравцов, Иннокентий Араштаев, Вести, Хакасия.